В одном из своих видео я говорил о сибирском деликатесе из борщевика. Рога медведя. Вы когда-нибудь пробовали рога медведя? Это очень такое интересное блюдо. Вкусное очень. Если вы не пробовали, то это зря, это зря. Вот так выглядит борщевик съедобный, борщевик сибирский. Его нельзя перепутать с другим видом борщевика. Листья острые. Такой вот вид у него. Это уже вот большой лист. Сегодня поговорю о другом блюде. Тоже национальное русское блюдо, которое наши бабушки и дедушки, благодаря которым выжили, когда была война, во времена Сталина. Это сныть. Вот так выглядит данная травка. Вот ее вид такой. Сегодня буду делать суп из снытья. Надо будет собрать листья. Вот эту часть. Отрываем. Будем делать тоже важное блюдо. Запах у нее, если ее потереть, у нее такой, листья потереть, у нее запах морковный. Поэтому ни с чем ее не спутаешь. Сейчас покажу ее. Где ее много, побольше. Здесь вот у меня кучка. Тут растет. Вот изобилие. Вот она уже цветет беленькие. Такие цветочки мелкие. Такая вот травка. Вот она везде. Хочу сказать, что, конечно, кто-то делает салаты из нее, но она жесткая для салатов. Если отдавать кипятком, ну, что-то не то будет. Ну, кому-то нравится, может, на любителе. В данном случае я хочу вам рассказать именно о супе. Потому что в супе отвар из нее, вот этот аромат вкусный, он просто обогащает суп. Тоже своеобразный аромат. Это не аромат моркови, сразу вам скажу. А свой какой-то другой особый вкус будет. Поэтому, если у вас есть такая возможность, попробовать суп из данной травы, обязательно попробуйте, вы не пожалеете. Универсальный суп, можно сказать, делается очень просто. Для этого нужна картошка. Ну, конечно же, да, это вода. Вода, соль. Также мука для того, чтобы сделать... Или галушки можно сделать, ну, это клетки. Или же я буду делать лапшу. Домашняя лапша. Я уже тут рожок. У меня тут дымит. Надо будет сейчас огонь что-то прог... Так, видно, где-то сырость попалась. Так, что дымит. Горело хорошо, тут уже поджарилось. У меня морковка, лук. Ну, я в казаньке делаю, на костре, поэтому я вначале поджариваю лук с морковкой, да, а потом на масле. А потом уже варю. Вот сейчас буду добавлять сюда картошку буду варить. Можно делать бульон. Да, вначале мясо отварить. Что с мясом будет делать. Вот. Добавляем воду, так как уже все поджарилось. Но если вы будете делать отдельно, вам надо просто будет воду, картошку отварить, а потом можно отдельно на сковородке кинуть, да, уже зажарку. А, ну и картошку. Нарезаем картошку. Можно кубиками. А тут уже по-разному. Как вам больше нравится, по сути, без разницы, как нарезать. Кубиками, там, пластиками, там, еще как-то. Проще сказать, что это суп делается, как суп из домашней лапши. Просто здесь мы добавляем травку. За счет этой травки будет как раз вот этот самый вкус, своеобразный, который просто обогащает суп. Еще с галушками делают тоже. Ну, у нас так называют галушки. Видите, клетки называют их. Знаете, вот особенность в том, что в том, что данный суп его можно не только со снытью делать, но можно и с другой травой. То есть с любой. Вот, крапива, щавель. То есть вот особенность данного супа, что будет вкусно, просто будет вкус другой. Вот, смотрите, один вкус, у крапивы другой, да, аромат. У щавеля другой. А так вообще вот приготавливать можно с разными травами. Просто будет аромат другой. Конечно же, соль, куда же без нее, да? Не забыть. Так, получается, теперь ждем, когда картошка сварится. После того, как оно уже начнет свариться, да, вот, после этого я это добавлю уже домашнюю лапшу. Сейчас буду делать домашнюю лапшу. Пока варится, собираюсь сныть травку. Сами листочки вот эти. Желательно посвежее, помоложе. Даже сейчас собираю такой аромат. Интересный. Но в бульоне будет немного другой аромат. Еще покруче. Намного, скажу вам, будет вкуснее. Да, чем сейчас ощущаешь. Сейчас соберу, да, помою листочки и нарежу их. Собрал такую кучку. Теперь надо будет просто нарезать. Watch the ну все картошка сварилась теперь пора добавлять домашнюю лапшу туда и сейчас перемешать надо будет сразу чтобы она не слиплась чуть-чуть немножко она покипит когда лапша всплывет мы закинем то есть я закину туда уже сныть немножко буквально такой приятный еще аромат плюс костер это вообще супер это вообще супер аромат будет да и без костра тоже вкусно ну все лапша всплыла теперь пора закидывать сныть полный сделал полный казанок ну теперь надо будет еще добавить порезать лук зелененький и укропчик то есть зелень да чтобы было еще можно сказать повкуснее хотя это необязательно ну я добавляю он уже привычка уже без укропа ничего не ну и тем более темно сейчас пошла почему бы нет все последнее это добавляем сюда зелень кто хочет может еще яйцо просто сбить обычное яйцо сбить и туда тоже добавить вот такое вот универсальное блюдо суп и сныти аромат конечно вообще суперски раз аппетит появляется а на вкус это еще лучше а я хочу а